Формирование традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма в Самаре обсудили создание регионального отделения Культурного фронта России. Заседание прошло в Доме офицеров Самарского гарнизона. Культурный фронт должен объединить деятелей образования, воспитания, творческие союзы, военно-патриотические общества и всех неравнодушных граждан для гармоничного развития и сохранения традиционных ценностей. У нас очень четко выражено чувство справедливости и собственной независимости, превуалирование духовного над материальным, все аспекты милосердия, и чуткости, и заботы, и поддержка. Вот это вот все то, что в нашем обществе всегда было, всегда культивировалось то, что называется русской душой. О создании общероссийского общественного движения Культурный фронт России было объявлено на расширенном заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества в ноябре прошлого года. Движение станет общероссийским, его отделения должны появиться во всех регионах страны. Есть такое высказывание, что цивилизацию любую формирует три составляющие – язык, культура и вера. Ну вот культура, как одна из главных составляющих, требует защиты. Кроме того, на сегодняшний день у нас есть подписанный указ президента о сохранении традиционных ценностей. За последние там несколько десятилетий в культуре нашей происходит много всяких интересных процессов, в том числе и прямо противоположных тому указу, который президент совершенно недавно подписал. Мне кажется, задача организации Культурного фронта по всей стране, в том числе и продвижения именно тех культурных ценностей, которые сегодня востребованы и которые сегодня точно должны быть во главе угла. В Самарский региональный штаб Культурного фронта войдут более 20 деятелей культуры и образования, которые активно занимаются проектами, направленными на формирование традиционных ценностей и гражданской идентичности. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.